Всем привет! Сегодня я отвечу на один из самых задаваемых вопросов мне. Многие часто задавали вопрос, где же я работаю. Через две недели будет ровно 6 лет, как я работаю в одной из японских компаний. И сегодня я решил об этом рассказать вам. Несмотря на то, что я живу в городе Токио, работаю я в городе Йохугама. Работу эту я нашел 6 лет назад через один из интернет-сайтов, который называется GaijinPod. В то время я случайно зашел на него, увидел объявление и подал. И буквально через две недели я уже начал работать в новой компании и получил рабочую визу. Работаю я в автомобильной компании, которая занимается экспортом БУ автомобилей по всему миру. Компания называется Autocom Japan. На тот момент, когда я устроился, компания была довольно новая. Ей было около 3-4 лет всего лишь, и сотрудников было около 50. В первое время обязанности мои были поиск клиентов и продажа автомобилей в основном на русскоязычные страны, страны СНГ. На тот момент это была Россия, Кыргызстан, Грузия. После того, как я вышел на работу, я получил от компании все нужные документы, заполнил анкету и отнес документы в миграционную службу. Через буквально две недели я получил ответ и японскую визу со сроком на 3 года. Если вы устраиваетесь в компанию как штатный сотрудник, компания обязана оплачивать вам полный социальный пакет. Это пенсия, страховка по безработице и медицинская страховка. Также японские компании оплачивают проездной от вашего дома до компании. Максимальная стоимость проездного, которую оплачивают японские компании, доходит около 300-400 долларов. То есть это предел, который компания готова оплачивать. Мой проездной из Токио-Викугаму стоит в месяц 130 долларов. Дорога занимает около 35 минут от двери до двери, как говорится. Так вот, теперь о сути моей работы. Чем я вообще занимаюсь последние 6 лет в этой компании? Как я сказал, компания занимается экспортом б.у. автомобилей по всему миру. Мы отправляем машины не только в страны СНГ, где говорят по-русски, но также и в англоязычные страны. Это бывшие колонии Британии, африканские страны, Австралия, Новой Зеландия. Есть латинские страны, такие как Парагвай, ну и карибские страны. Поначалу я вообще не знал, как работает этот бизнес и как продавать автомобили. И, устроившись в эту компанию, мне дали базовую информацию, телефон, компьютер. И я уже сам пытался понять, как что работает, как искать клиентов. Благодаря моему знанию русского языка и тому, что я закончил университет в Кыргызстане, я уже имел представление, где можно найти клиентов. Поэтому за буквально пару месяцев я уже начал продавать машины в Кыргызстан и в Россию. Рабочий день начинается с 9 часов утра и до 6 часов вечера, с часом на обед. Но так как мы работаем странами, у которых часовой пояс отличается от Японии, это Россия владела сток, которые просыпаются на 2 часа раньше, чем сама Япония. Другие регионы России, в которых время отличается. Также такие страны, как Кыргызстан, Грузия. Из-за этого сотрудники нашей компании приходят не в 9 часов, а в то время, когда им удобно именно для их клиентов. К примеру, если у сотрудника много клиентов из Грузии, с которой у нас 5 часов разница, то сотрудник приходит на работу не в 9, а в 10, в 11 часов дня и работает до 8-9 часов вечера. К сожалению, показать офис сейчас я вам не могу. Сейчас в компании у нас около 200 человек. Большинство из них очень стеснительны, поэтому показаться на камеру они не согласятся. Но я вам покажу небольшие отрывки видео, которые я делал раньше у нашей компании. Так как наша компания работает с другими странами, у нас много в компании людей с разных стран. Очень много людей из России, из Центральной Азии. Есть также сотрудники из Белоруссии, Украины. Много сотрудников из Африки и выходцев из Юго-Восточной Азии. Что касается отделов логистики, бухгалтерии и всего остального, отделы, которые занимаются именно работой внутри Японии, там в основном работают японцы. Потому что нужен японский язык, много документации на японском языке. У многих из вас может возникнуть вопрос, легко ли найти работу в этой сфере. Сейчас, если вы владеете русским языком, найти работу именно в сфере продажи бухгалтеров, будет немного сложно. Из-за того, что некоторые страны запретили правый руль, а в некоторых странах ввели ограничения или высокие таможенные пошлины. К примеру, за последние три года в Кыргызстане ввели запрет после того, как страна вошла в таможенный союз. Хотя сама Россия не запрещает праворульные автомобили, но ежегодно вводит какие-то ограничения. Сначала повышали пошлины, потом ввели сертификат Евро-4, Евро-5, который усложнил и сузил ассортимент автомобилей. А в этом году прибавилась обязательная установка кнопки ГЛОНАСС, которых недостаточно на рынке, чтобы обеспечить все автомобили, возимые через порт Владивостока. Единственное, если вы владеете хорошо английским языком, у вас есть шанс найти работу в похожих компаниях, так как очень много стран, как я уже говорил, африканских, карибских и Новой Зеландии с Австралией, куда ежегодно уходят тысячи и сотни тысяч японских автомобилей праворульных. К сожалению, мое обеденное время заканчивается, и мне нужно уже возвращаться в офис, продолжать работать, отправлять качественные японские автомобили по всему миру, снабжать людей транспортом. Ну а с вами увидимся в следующем видео. Пишите свои вопросы. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok